Вы знаете, добрый день, дамы и господа. Сегодня, наверное, один-единственный день, когда я не хочу ругаться. Я сейчас нахожусь в городе Буча. Для тех, кто не знает, что это за город и какая там численная. Значит, когда-то это был просто обычный районный маленький центр с населением максимум в 500 тысяч человек. Это было еще при Советском Союзе. На данный момент, вот приоткрою пока, на данный момент город Буча где-то около 50 тысяч человек. На секундочку. Вот видите, сзади меня больница. Вот она, да? Вот она, вот она, вот она. А тут называется Бучанская районная центральная больница. На самом деле она очень большая сейчас стала. Только что пообщался с директором КНП. Очень вменяемый мужчина, достаточно адекватный. И мы с ним решили не ругаться, потому что вот видите, что у меня есть. Вот, видите, в кульке. Разнообразные маски. И что мне показало то, что выдали ему? Какие маски? Почему проблемы? Объясняю. Мне позвонила одна из медсестер и говорит, Антон, у нас здесь проблема есть. Ой, блин, дышать не могу с этой маской. Плотная маска. У нас есть очень большая проблема. Я говорю, какая проблема? Она говорит, нам выдают одну маску на сутки, но это хорошо. Пускай хоть что-то выдают. Но она очень маленькая. То есть она даже меньше, чем XS. И вот мне только что главврач, когда на себя одел, он показал мне, как она вообще выглядит. То есть у него уши оттянуты, а маска где-то вот здесь вот заканчивается. Вот, вот так вот. Вот такой кусочек маски. Я говорю, может я вас сниму? Он говорит, не надо меня снимать, говорит, фотографировать, потому что будут у меня очень большие проблемы. Он мне показывает ящик, говорит, вот нам выдала районная администрация. И сказала пользоваться. Естественно, никто этими масками не пользуется. Волонтеры, которые немножко пошили, привезли пару масок, дали там, по-моему, с десяток. Вот все, что есть. Я спрашиваю, почему вы молчите? Он говорит, а что молчать? Говорит, нас задушили. Нам сказали, вякнешь, пишешь заявление на увольнение. Говорит, что здесь сейчас строятся отдельно быстренько боксы, специально под определенных чиновников наших, которые живут в Бучанском районе, либо в Ирпинском. Так же самое в Ирпине. Значит, что сейчас происходит? На нас, на людей насрали. На медсестер насрали, на медиков насрали. Но они быстренько себе вложили денежку и строят пару бокс-палат. Для себя, чтобы вы понимали. Не для вас, не для меня, не для вашей бабушки, дедушки. А конкретно строят под себя. Он так и сказал, говорит. Они быстро строят себе то, что им нужно. Я говорю, а кто они? Он говорит, я тоже не могу это говорить. Ну, Антон, вы же человек умный и понимаете, что сейчас происходит в стране. Всем все насрать. Никто ничего внимания не обращает. Они быстро делают все под себя, для того, чтобы понимать, какая ситуация. Я говорю, хорошо. Что у вас сейчас происходит в больнице? Что в Буче происходит? Он говорит, на данный момент пока официально ни одного нет регистрации на ковид. Я говорю, тесты есть? Он говорит, есть. Но тесты такие, как у всех. То есть, один срабатывает, второй не срабатывает. Говорит, непонятно вообще, что за тест. Я говорю, хорошо. Дальше что? Он говорит, ну, все. Пока чисто, хорошо, но готовимся. Я говорю, так если у вас чисто хорошо, к чему же вы готовитесь? Почему так оперативно? Быстренько решайте вопрос с инфекционкой. Он говорит, потому что была обказивка быстро сделать. Но, опять же, не для обычных людей, а конкретно для определенных лиц, потому что делают там не полностью всю инфекционку, а там пару бокс-палат подготавливают. Вип-палат, как это называется. То есть, по сути, то, что нам говорили о том, что у нас нет вип-палат, у нас, оказывается, есть вип-палат. Ну, естественно, понятно, меня сейчас никто не впустит, там сейчас быстро ремонт делается, и все закрыто. Сам факт. Медик, еще раз вам говорю. На сегодняшний день уже официально, но только об этой информации нет, умерло 4 или 5 медиков в Украине от ковид. Не от трави, не от гриппа, а от ковид. И неизвестно, сколько сейчас заболевших сидят на обсервации на карантине, и что с ними происходит. Поэтому, если вы будете молчать и снова ничего не говорить, а просто вот так вот на коленях, как в этой больнице, то никто вам ничего не поможет. Да, он меня узнал. Он говорит, да, я знаю, что если помогаете, да, я знаю, что вы не кипишуете, да, я знаю о том, что если к вам идут на разговор, вы помогаете. Я говорю, хорошо, мы с вами не ругаемся, я вам даю маски, девочкам раздаете, я вас не снимаю, в больнице тоже ничего не снимаю, потому что понимаю, что у вас будут проблемы. Но просто знайте, что если вы будете молчать и скрывать от людей, то потом будут у вас проблемы. На что главврач закурил сигарету и говорит, я не знаю, теперь я между двух палок, знаете, как между двух воин. С одной стороны, меня давит администрация, с другой стороны, я понимаю, что люди могут бунтоваться здесь. Вот и все. Что вам в целом сказать? Я не хочу сегодня в понедельник ругаться. Просто не хочу. Вот реально, я сейчас просто отдам маски, перекрещу эту больницу, и дай бог, чтобы в этой больнице не было заболеваний. Потому что вот все, что происходит... Знаете, как вы говорите, там, поедь в Луцк, поедь в Николаев, там, поедь в Первомайск. Да куда далеко ехать? Вот под Киевом, посмотрите. 5 километров от Киева такой же беспредел, как везде и в других городах творится. Точно такой же беспредел. Город Буча. Ну, ПГТ Буча, город Буча, я уже не знаю, что это. Население, на секундочку, свыше 50 тысяч человек. А у них ковида здесь нет. Вы думаете, я верю в это, что ковида нет? Если в Киеве, вон, в 5 километрах 275 человек официально зараженных. А город Буча, это все люди, которые ездят в Киев. Здесь много парков, люди сюда приезжают в парки. Да я не поверю, что здесь нет людей, которые больны ковида. Просто никто об этом не говорит и замалчивает. Вот и все. Но если они быстренько делают инфекционку, очень быстренько, значит, что-то здесь происходит. Меня сюда пригласила медсестра и один семейный врач. Почему семейный врач? Потому что говорит тоже, что у нас защиты здесь нет. А, кстати, по поводу защиты в этой больнице. Знаете, сколько у них на 50 тысяч населения человек защиты им дали? Вот угадайте, сколько им дали защиты. И защита, чтобы вы понимали, это же единоразовая. Всего-навсего 10 костюмов. На 50 тысяч человек на все больнице 10 костюмов. Вот на секундочку. Поэтому делайте выводы. Маски я сейчас отдам вот эти. Спасибо волонтерам, которые сшили. Здесь есть у меня разные. И девочкам, и парням. Поэтому, ну, по крайней мере, хоть здесь будет немножко лучше, чем где-либо в другом. В Ирпенскую даже уже не хочу ехать. Там такая же херня, как я здесь буду. Все. Пока-пока-пока. Сегодня понедельник. Не забываем, ругаться нельзя. Поэтому я сегодня веду такие, знаете, как стримы будут у меня очень легкие, спокойные и без кипиш. А, и да, и не забывайте, сегодня у нас полицейское государство стало с сегодняшнего дня. Уж помните, да, без массы ходить нельзя. Я даже уже нарушаю. Без массы ходить нельзя, вдвоем нельзя, в парках нельзя. В общем, нам сейчас ничего нельзя. Все, пока-пока.